Валидаторы валидировали-валидировали, да не вы валидировали. Распределенные сети должны валидироваться распределенными валидаторами. Децентрализация не стоит на месте. И чем больше развиваются блокчейны, тем больше перед нами становится вопросов, как же нам эффективнее распределить сеть. Одно из интереснейших решений пришло в голову проекту SSV Network. Они придумали такую схему. Один валидатор может создать из своего ключика много разных подключиков и создать таким образом огромное количество валидаторов. Таким образом, есть оператор валидаторов, и у этого оператора есть много разных валидаторов, которые валидируют сеть. И даже если с одним из валидаторов что-то случится, например, куда-то пропадут ключи или кто-то организует на него атаку, для сети это не будет угрозой, потому что сеть будет валидироваться другими валидаторами, которые созданы из ключика, который находится под контролем оператора. Это решение находится в дорожной карте Ethereum 2.0 и является Layer 0 решением для большей децентрализации будущей сети Ethereum 2.0. Это отличное решение для будущих сетей, но что же нам делать с теми сетями, которые мы уже имеем? Как нам более эффективно распределить те сети, которыми мы уже пользуемся? Давайте для начала посмотрим на те проблемы, которые уже стоят перед распределенными сетями. Допустим, в одной из сетей есть валидатор, который отлично справляется со своими обязанностями. И другие сети тоже хотят видеть этого валидатора среди активного сета. В итоге хороший валидатор оказывается не в одной сети, а сразу во многих сетях. И как правило за валидатором стоит либо один человек, либо два человека, либо небольшая группа людей. А вот представьте, что будет, если с этой малой группой что-либо случится. Вдруг они погибнут в какой-нибудь авиакатастрофе, пока будут лететь на блокчейн-конференцию. Валидатор несет ответственность не только за сеть, но также несет ответственность перед делегаторами. То есть в интересах как всей сети, так и всего сообщества сделать так, чтобы с хорошим валидатором ничего плохого не могло произойти. А для этого нам надо сделать управление валидатором распределенным. Точно так же, как распределенные сети являются более эффективными и более устойчивыми к различным родам угроз из-за того, что они распределенные. Так же и валидатор, который валидирует распределенные сети, будет более устойчив к любым формам угроз, если управление валидатором будет зависеть не от малой группы разработчиков, а от всего сообщества этого валидатора. То есть, если все делегаторы валидатора будут управлять валидатором, то такой валидатор будет распределенным валидатором, и он не будет подвержен всем тем опасностям, которым подвержены централизованные валидаторы. На самом деле, тема эта абсолютно новая, и пока мы еще не знаем ни одного распределенного валидатора. Надо отметить, что мы знаем попытки создания таких распределенных валидаторов, и лично мне известно только о двух таких попытках. Первая известная мне попытка — это валидатор CitadelOne. Надо отдать должное этому прекрасному валидатору, потому что они впервые задумались создать DAO для управления своим валидатором, и даже выпустили свой токен XCT. Кроме этого, CitadelOne придумали конституцию валидатора. За CitadelOne стоит огромное количество людей, и им надо так или иначе принимать решения по пропозлам, как будет голосовать их валидатор. И процесс принятия решений внутри коллектива, стоящим за CitadelOne, происходит по конституции, которую они создали. И эта конституция включает в себя такие пункты, как интересы сети и интересы сообщества. Вторая попытка распределить управление валидатором происходит от валидатора PostHuman. Мы задумались над тем вопросом, что же будет, если с нашим небольшим коллективом, стоящим за нашим валидатором, что-либо случится. Мы не хотим быть препятствием на пути у децентрализации. Мы хотим быть ее ускорителем. В тот момент, когда мы осознали, что валидатор PostHuman принимает участие в валидировании уже 26 распределенных сетей, мы поняли, что мы так или иначе играем какую-то роль, и если с нашим валидатором что-либо случится, это может привести к каким-либо непредвиденным рискам. Именно поэтому мы решили распределить управление валидатором PostHuman. А кто должен управлять валидатором PostHuman? Все делегаторы PostHuman. А какие делегаторы конкретно? Все делегаторы во всех сетях, которые валидируют PostHuman. А как может происходить управление валидатором? Какие решения могут приниматься делегаторами валидатора? Перед валидатором стоит множество вопросов, которые находятся как в социальной, так и в экономической сфере. Вопросы социального характера касаются принятия решений внутри сетей. Как будет происходить будущее социальное взаимодействие? Как мы будем голосовать за предложения? Как мы будем влиять на развитие сети и на наши взаимоотношения внутри этой сети? Экономические вопросы касаются комиссий в этих сетях. Какую комиссию стоит выставить? Какую новую сеть выбрать для валидирования? Прекратить ли валидировать сеть, которая стала неактуальной? И кроме этого есть еще вопросы технического характера. Кто будет оплачивать сервера в дата-центрах? Может быть стоит запустить свой собственный дата-центр, если уже и так у валидатора много сетей? А еще такие вопросы. Кто будет нести ответственность за обновление программного обеспечения? И кто будет выполнять уже взятые обязательства перед сетями? Так как валидатор вносит свой вклад в развитие сети. И как правило, группа, стоящая за валидатором, обещает, что для сети будут созданы новые инструменты или появится какой-то дополнительный функционал. Кто будет все это исполнять? Как правило, ответственность за принятые решения несет команда, которая стоит за валидатором. И соответственно, все неправильно принятые решения – это косяк команды. Но при этом все правильные решения – это успех команды. А вот если за управлением валидатора стоит не малая группа, а сообщество делегаторов, то каждое неправильное решение – это косяк всего сообщества. А каждое правильно принятое решение – это успех всего сообщества. А мы прекрасно понимаем, что горе, разделенное с другими, становится меньше. А вот радость, разделенная с другими, становится больше. Распределение управления валидатором – это смелый социальный и экономический эксперимент. И несмотря на то, что пока у нас еще нет распределенных валидаторов, мы уверены, что в ближайшее время распределенные сети будут валидироваться распределенными валидаторами. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Форклок, чтобы быть в теме... О, здорово! А это Влад. Влад переводит субтитры для англоязычной публики канала Форклок и нашей рубрики Форкзо Систем. Вы скоро будете выпускать видео? Ну, вообще уже очень скоро, да. Тогда я побежал переводить. Ну, а я тогда пошел распределять управление валидатором. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!